Добрый день, дорогие наши телезрители, братья и сестры! Сегодня у нас 14 апреля, воскресный день. Продолжается у христиан православных Великий Пост, и завершилась Крестопоклонная Седмица. И вот сегодняшнее воскресенье, или по-славянски неделя, это четвертое воскресенье, четвертая неделя, которая названа в честь одного из великих подвижников благочестия VI века в память преподобного Иоанна Лествичника. И, как мы знаем, каждая неделя, каждое воскресенье Великопостное, она названа в честь того или иного святого или события. Вот, если прошлое воскресенье было Крестопоклонное, да, то это у нас в честь Иоанна Лествичника, а следующее – преподобной Марии Египетской. И уже далее, уже дело идет к завершению дела Великого Поста, и уже после пятой недели Великого Поста – вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. Но до этого мы еще должны дойти, дожить. И вот святой подвижник, преподобный Иоанн Лествичник, в честь которого названа неделя и последующая Седмица, он был действительно таким великим святым подвижником благочестия. Он в раннем возрасте ушел в монастырь на святую гору Синай, где в посте, молитве, в подвигах совершал свою жизнь. И в конце своей жизни ему удостоилось быть также игуменом монастыря на Синайской горе. И братья его попросили, чтобы он, скажем так, какое-то поучение издал, или, как правильно сказать, какое-то поучение написал. И вот Иоанн Лествичник, он известен нам по книге «Лествица». То есть вот там в этой книге, скажем, таким простым языком даже и наше теперешнее, наше современное время, да, теперешнее время, понятно описано о тех трудах, которые, о тех, скажем, посильных подвигах, которые должен стараться каждый христианин понести, и особенно во время Великого Поста. И вот «Лествица» – это такая книга, если так кратенько сказать, там, как бы говорится в этой книге, что человек постепенно, как по лестнице, поднимается к высотам духовным. И вот вначале нужно отсекать, как в этой книге написано, какие-то такие, как нам кажется, незначительные страсти или пороки, вот, работать над собой. То есть вся эта книга говорит о том, что человек не должен праздно проводить свою духовную жизнь, то есть время Великого Поста – это именно то время, когда нам дается возможность, вот, скажем, сколько у нас получается, 40 с лишним дней, да, Великого Поста, когда мы призываемся, как христиане, поупражняться, вот, в каких-то духовных делах, да, то есть больше какое-то время уделить молитве, больше стараться посещать храм, и, конечно, какая-то дома должно быть, какое-то дома должно быть правило, вот, ну и, конечно же, должна быть работа над своими какими-то страстями, грехами, которые где-то у нас уже и годами живут, и некоторые пороки и грехи десятилетиями. И вот, конечно, это не значит, что мы вот раз и за этот Великий Пост вот искореним ту или иную страсть, но обязательно нужно для начала открыть в себе эти страсти, грехи, да, то есть у каждого, конечно, они свои. Есть какие-то общие грехи, которыми мы все, к сожалению, которым подвержены это, и осуждение, и гнев, и раздражительность, и зависть. И вот время Великого Поста – это действительно то время, когда нужно еще поработать над собой о книге, и в том числе книга «Лествица», преподобная Иоанна Лествичника, будет нам в этом, конечно же, помощь и поддержка. Вот это довольно небольшое издание, книга небольшая, и, конечно, если так постараться, ее можно за непродолжительное время прочитать и, конечно же, получить духовную пользу. И еще важно сказать, что ставит ударение в этой книге святой Иоанн на таких страстях, или, так правильнее сказать, таких грехах, как тщеславие, гордыня, которые тоже, к сожалению, у каждого из нас есть. И вот в этой книге, конечно, пересказывается, рассказывается, какими, может быть, такими, чем руководиться, какими способами руководиться, чтобы постараться как-то искоренить в себе тот или иной грех, ту или иную страсть. И для чего мы это все делаем? Для того, чтобы очистить свою душу, для того, чтобы покаяться в тех или иных грехах. И вот как сказано, действительно, что человек, который видит свои грехи, он более преуспел, чем тот человек, который совершает чудеса. Потому что иногда, к сожалению, мы не замечаем своих грехов. Вот иногда нам наши родные, близкие, с которыми мы живем, говорят о них, да. И вот это тоже, кстати, важно очень прислушаться. Иногда мы не согласны, когда нам что-то говорят в лицо, не то, что нам нравится. Но все равно к этому нужно прислушаться. То есть все равно какая-то доля правды, когда человек нам что-то высказывает, что мы вот в этом или в этом неправы, в этот какой-то у нас грех есть. Поэтому очень важно тоже прислушиваться. И время Великого Поста, которое вот сейчас у нас идет, постараться как-то поработать над собой. Хотя уже большая половина, конечно, прошло Великого Поста, но, тем не менее, вот это время еще у нас есть на покаяние, время на работу над собой. Поэтому, конечно, дай Бог, чтобы мы постарались каждый день не просто проживать Великого Поста, а жить, как-то стараться, помнить, что идет Великий Пост, не забывать богослужения, исповедь, причастие, то есть то, что нас действительно одухотворяет. Дома читать Евангелие, Священное Писание, Нового Ветхого Завета – это все и есть та духовная пища, которая питает нас в дни Святой Четыридесятницы, в дни Великого Поста. И вот сегодня также мы ответим на один из вопросов, который поступил в нашу студию. «Для чего нам нужно креститься, налагать на себя крестное знамение? Почему в Церкви так часто крестятся?» Действительно, крестное знамение – это такая великая сила. Крестное знамение, когда мы на себя налагаем, отгоняет от нас всякую бесовскую силу. И вот креститься – это тоже важно помнить, нужно всегда правильно, то есть не спеша. Вот когда мы крестимся, наверное, с этого стоит начать, мы складываем три перста вместе, два прикладываем к ладони, и вот три перста вместе обозначают или символизируют нашу веру в Святую Троицу, что Бог Троичен – Отец, Сын, Дух Святой. Два пальца, которые мы прикладываем к ладони, символизируют веру нашу в Иисуса Христа, как Сына Божия, то есть Бога и человека, то есть две сущности были во Христе. И вот когда мы на себя налагаем крестное знамение, то мы сразу его накладываем на чело, для того, чтобы осветить наш разум в область живота, для того, чтобы осветить наши чувства, мысли и так далее, какие-то желания, и на правое, на левое плечо, для того, чтобы осветить наши дела, наши действия какие-то, потому что здесь на правом плече правая рука, левая рука, и вот не спеша, когда мы накладываем на себя крестное знамение, вот нужно делать это не торопясь. Вот. Когда это совершать? Вот, конечно, когда мы встаем утром у христианина, тоже должен день начинаться, осеняя себя крестным знамением, осенить себя крестом. Вот. И когда завершается наш день, тоже перед сном, важно осенить себя крестным знамением. Вот. Очень правильно, и, кстати, эта традиция, к сожалению, теряется благословлять своих детей. Вот. Когда мы их даже вот каждый день провожаем в школу, там, не знаю, на кружок, на тренировку, вышел ребенок из машины, или там провели из автобуса, или из дома, да, и просто крестным знаменем так его благословили. И если кто-то помнит, то наши бабушки и родители, даже многие, да, мамы, в частности, всегда осеняли нас крестом. Вот. В храме, когда мы заходим, в храм, нужно себя тоже всегда трижды осенить крестным знаменем. И когда выходим из храма, трижды совершить тоже крестное знамение и сделать три поклона одновременно, да, как я уже сказал, не спеша, с благоговением, вот, потому что крест – это на самом деле сила, крест – это знамение победы, добра над злом, жизни над смертью. И если еще до, или вовремя Христа, правильнее так сказать, крест был орудие пытки, орудие страдания, то именно на кресте Господь победил дьявола. Он пошел добровольно на крестное страдание, и крест – это то, чего боятся нечистые духи, злые духи, да. Вот. И, конечно, когда мы крестимся, почему в храме так крестим, часто совершается крестное знамение, вот, когда читается молитва, кстати, даже и дома, когда мы совершаем молитву в начале и в конце молитвы, такая традиция, тоже совершать крестное знамение. Кажется, зачем вот раз зашел, раз там перекрестился в начале молитв и в конце, и все. Но это такая традиция, и это, скажем, когда мы в храме, в частности, вот, крестимся, делаем поклоны, то есть в этом, в молитве одновременно участвует и наше тело, также. Вот. Потому что, когда мы стоим в церкви, получается, все наши органы задействованы. Вот. Ну, глазами мы видим, что происходит ушами, слышим богослужения, вот, устами, сами поем какие-то молитвы церковные, которые поется, не только хор, поет не только хор, но и народ, но и также наше тело участвует, то есть, во время такой соборной общей молитвы. Вот. Почему так часто? Да, в Греции там немножко, например, меньше делают, осеняют себя крестом, там, как-то, менее это, но у нас такая, такая традиция, вот, скажем, так довольно часто, часто креститься. Вот. Ну, конечно, когда человек заходит в храм, то нужно, как бы, обращать внимание, если человек не так часто ходит в храм, что делают другие люди, то есть, там, как бы, все, все понятно. Вот. Поэтому, если кратко, то так о крестном знамении, как раз у нас сейчас завершилась крестопоклонная неделя, когда из алтаря выносился крест на середину храма. Ну, и вообще крест, это не только, скажем, такое вот, какая-то традиция, но это величайшая сила. Мы на себе носим крестики, на храмах видим кресты, в населенных пунктах, вот, это все освещает, крест, он освещает и нас, и освещает то место, где мы живем, город, село, вот, нас самих освещает, когда мы, вот, скажем, осеняем себя крестным знамением или прикладываемся к кресту. Спасибо, Господи, за внимание, дорогие братья и сестры, с наступающей пятой недели, пятой седмицей Великого Поста и Божьей всем помощи и хорошего Великопостного весеннего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова